Казахстанский парламент досрочно ушел на праздники. В канун дня первого президента депутаты воспользовались возможностью отставить в сторону такую непростую и неблагодарную работу, как законотворчество, и соревновались друг с другом в дифирамбах Нурсултану Назарбаеву, его вкладу в строительство парламентаризма, демократии в целом и процветание страны. Он всегда своим личным примером, своим ежедневным и неустанным трудом вдохновлялся на все новые свершения. И никто другой не способен подхватить тяжелую ношу, которая лежит на нем. Оду отечественных народных избранников подхватили коллеги-соседи. Именно с личностью лидера Казахстана связан сегодня положительный образ страны и взаимная дружба со всеми прогрессивными странами мира. Все достижения Казахстана, социально-экономической, политической и культурной жизни, стабильность, уверенный рост в Казахстане связаны с именно первого президента. О чем умолчали депутаты, так это о распуске Верховного Совета в 93-м и 95-х годах. После этого лидер нации сосредоточил в своих руках почти всю власть. А еще депутаты не сказали ни слова о том, что при Назарбаеве в парламенте стала доминировать одна партия – Нур-Утан. Один из тех, кто публично говорил об этом в середине 2000-х, погиб в собственном доме. Из открытого письма обращение политика Замамбека Нур-Кадилова к Нур-Султану Назарбаеву. 3 марта 2004 года. По вашей личной просьбе я придумал и организовал распуск Верховного Совета, искренне веря в необходимость такого шага для достижения наибольших рывков в экономике, внутренней и внешней политике. Как только вам удалось выйти сухим из воды, вы тут же взяли в свои руки полную власть. Вы изменили курс взглядов и действий в совсем другую сторону. По прошествии более 10 лет я в настоящее время искренне жалею, что, став марионеткой ваших желаний, невольно стал автором действия, который на корню уничтожил зачатки настоящей демократии. Верховный Совет пытался что-то делать, вопреки, что исполнительная власть отстаивала свою точку зрения. Это, понятно, не устраивало. Экс-депутат Верховного Совета и мы жили со второго созыва Валентин Макалкин прямо говорит, сегодняшний парламент хоть и считается формальным многопартийным, но депутаты давно не избираются народом. Все эти пять парламентских партий как пальцы одной руки. Не случайно казахстанский парламент в народе называют карманным, то есть, по сути, личным. Сегодняшний рабочий, в кавычках, день депутатов, вероятно, лишнее тому подтверждение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...